Друзья, привет! Смотрим вторую часть моей стройки. Сначала с торца гаража я начал копать яму под септик. Септик это вообще дело нужное, так как в гараже планируется подвод воды, также будет туалет и возможно даже душ. Данным погрузчиком и вот этой экскаваторной навеской можно было выкопать яму до двух метров и эта глубина как раз таки мне подходила. Позже спустился в яму и выровнял пол в горизонт. А дальше приступил к монтажу бетонных колец. На своем мультике я мотнулся, забрал эти кольца, привез и начал их потихонечку разгружать. Делать такую работу одному крайне неудобно и даже наверное опасно. Иногда ведь нужно и груш сразвернуть или придержать на точке разгрузки. Потом погрузчиком присыпал эти кольца, в процессе засыпал грунт и думал сколько бы тачек пришлось высыпать, если бы нет техники, сколько раз нужно было копнуть лопатой. Техника конечно очень сильно выручает. На следующий день купил бетонную крышку и пластиковый люк и установил это дело все на место. Вечером приступил к снятию грунта под фронтальную площадку. Снять пришлось около 30 сантиметров грунта, да еще и немножко с уклоном. Этим грунтом я и засыпал площадку сбоку гаража, а также котлован, из которого ранее добывал песок. А вот вам бит и от первого лица. Потом по периметру фундамента я проложил пеноплекс 30 миллиметров толщиной. Зачем правда я не знаю, но спецы и строители говорят, что так будет правильно. Якобы обеспечить не промерзание грунта возле фундамента. Ну поэтому я и сделал. Потом заказал 35 тонн песка и начал развозить его по площадке, создавая песчаную подушку около 10 сантиметров. Дальше я смочил песок и тщательно прошелся виброплитой для утрамбовки песчаной подушки. Кстати, это Иван, который мне помогает. Иван настолько серьезный человек, что любые шутки в процессе работы просто неуместны. Затем по периметру предполагаемой плиты я вырвал ливневую траншею, которую позже засыпал щебнем. И установил опалову под заливку бетона. Теперь опять стелим пленку для гидроизоляции. И в принципе можно кидать арматуру. На следующий день, быстренько метнувшись в город, я закупил арматуру сечением 10 миллиметров и начали раскладку. С Иваном на пару мы быстренько справились с вязкой армосетки. Подложили под сетку стульчики, потом рассчитал количество бетона и заказал миксер для заливки площадки. А на следующий день началась заливка. Как это бывает на практике, к заливке дольше готовишь, чем заливаешь. Готовишь площадку, пилишь доски, колотишь опалубку, устанавливаешь ее. Потом вязка арматуры. Залился и опять начинаешь разбирать опалубку и так далее, и так далее. У меня уже от слова опалубка наступает какой-то ступор. И вот все. Плиту толщиной 10 сантиметров мы залили. Ближе к вечеру я пошел посмотреть, как подсыхает мой бетон и что вы думаете, я обнаружил. На заливку села, оказывается, какая-то толстая ворона, везде там наследила, натоптала. А вот на этом пятне были кошачьи следы, который, по всей видимости, хотел поймать эту птичку. В общем, куда дотянуться сумел, там загладил эти следы, но птичьи все-таки остались мне на память. Позже смонтировал арматуру для армопояса и установил шпильки для крепления моерлата. Опять нарезал и сколотил щиты для опалубки, будь они неладны. И дальше закрепил их по периметру стен для заливки верхнего армопояса. А на следующий день приступили к заливке верхнего армопояса. Я замешивал раствор, подносил Ивану, а Иван непосредственно выливал все это из ведра. Всего нужно было залить 2,5 куба, и мы справились с этой задачей за 2 дня. Сначала залили маленькую секцию, а на следующий день большую. По середине стен установили закладные пластины, к которым будут привариваться двутавровые балки. Дальше я начал заливать площадку под центральную колонну. Важно было точно поймать высоту, чтобы балки легли в горизонт, и не пришлось что-нибудь подкладывать или наоборот резать эту колонну. Дальше я делаю структурно. Пока площадка подсыхала, я поймал угол и проложил канализационную трубу и утеплил ее. Потом мы засыпали периметр фундамента грунтом. Влага этого добра была у нас навалом и, по крайней мере, все бесплатно. Продолжение следует... И вот настало время установки этой центральной колонны. Я очень переживал, сядет ли она на шпильки. И немного подкорректировав, колонна встала на место. Из-за того, что мы сместили стены прикладки относительно фундамента, то эта центральная площадка оказалась немного несимметрично расположена. Ну, в принципе, ничего страшного. Свою функцию она все равно выполняла. Затем установили первую балку, а потом и вторую. Продолжение следует... Затем концы балок тщательно приварили к центральной колонне и пластинам, которые мы заложили в армопояс по обеим концам. Получилось вроде бы ровно. Сейчас я приступаю ко второму этапу строительства, то есть до нового года нужно по-любому закрыть кровлю и сварить собственные ворота. Ворота роллставни по виду роллставни я устанавливать не буду, потому что мне посчитали, что они стоят около 260 тысяч. То есть я принципиально не хочу отдавать эти деньги, там цены взлетели на них просто до космических размеров, поэтому я уже закупил металл, закупил профиль. У меня будут хорошие, утепленные, крепкие ворота. Поэтому вот нужно сделать кровлю вторым этапом, сделать воротины, вставить окна и перезимовать, наверное, с этим. А по весне уже приступим к третьему этапу. Это внутренняя и внешняя отделка, электропроводка, унитаз, водопровод и так далее, так далее. Поэтому кому видосы были интересны, друзья, пожалуйста, лайк поставьте, подпишитесь. Будем смотреть дальше вместе, как у меня получится завершить эту стройку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok